Добрый день, меня зовут Станислав, мне 33 года, и вот на этом месте я попал под поезд. Это произошло 5 лет назад, я шел по этому пешеходному переходу. После работы вечером, уставший, с наушниками, с музыкой, очнулся через 3 дня в Минске в реанимации. Ну, на тот момент мне было 27 лет, это уже был 7 час вечера. Уставший, замученный, еще и погода была не совсем. Из-за того, что были напаркованы вагоны, да и сам пешеход был нерегулируемый, то есть не было ни звуковой, ни светофоров, ничего. И из-за вагона вот так вот припаркованного вышел прямо вот проходящий наш город. Каким-то пятым чувством неладное почувствовал, поворачиваю голову вот так вот, просто обернулся на бок, и вот он в 5 метрах уже едет. Ну, времени среагировать уже не было, это доли секунды. Только осознать успел, можно так сказать, что вот что-то и движется. Удар помню. Ну, на тот момент ни боли, ничего такого не было, просто ощущаю толчок, картинка перевернулась в глазах, вот, ну, полет, естественно. И все потом ударом в землю, и сознание потухло. Не знаю, как у кого, но у меня жизнь перед глазами не пролетала, ничего такого не было. Я просто понял, что вот приехал поезд, вот сейчас будет нехорошо. Сам это, конечно же, не помню, но по рассказам, то есть упал плашмя вот под поезд на рельсы, вот между рельсами. Вот, ровненько. Поезд-то проехал надо мной, и тоже по имеющейся информации, где-то из-под второго вагона меня машинист и достал. Ну, вот, собственно, этот переход, на котором все и было. Ну, на тот момент пути были заняты товарными вагонами, все было запарковано. Да, если бы было вот так вот все припарковано, как оно на данный момент выглядит, то вполне вероятно, чтобы ничего похожего и не случилось. Потому что видно свободно, просторно. Сама платформа недалеко, то есть он не успел особо сильно разогнаться, и поэтому, собственно, и затормозил достаточно быстро. Кстати, вот вспышки, когда вот приходил в себя, запомнились, ну, помню то, что вот машинист, то есть вытягивает меня. Вылез машинист, достал меня из-под вагона, но это у них инструкция. Какой бы ни был, что бы там ни было, они обязаны очистить вот пути, то есть. Ну, это я был живой и относительно целый, вот, даже если бы там, как бы, гуляш из человека лежал бы под вагоном, все равно они обязаны это убрать. Машинисты, да, неблагодарная работа, конечно, вот в этом плане страшно. Он там приехал, милиция, он дал свои какие-то показания, и он уехал, вот, то есть у них график. Скорая милиционер пытался мне что-то допытаться, но вряд ли ему что-то там ответил адекватное, вот, ну и все, и уехал в больничку. Тяжелое состояние, очень тяжелое. Перелом, 10 ребер с левой стороны, разорвана левая легкая, перелом черепа, позвоночник, там, вроде бы, три позвонка, компрессионный перелом. Перелом черепа, соответственно, шрам сейчас где-то вот этой, по кругу, и возвращается к левому виску. Чего только мы жене не говорили, если честно. Им прямо сказали то, что это все, это не жилец. В Слуцке, по-моему, пробыл я, ну, включая день, когда туда попал, три дня где-то так. Вот, потом увезли в Минскую областную реанимацию. Я четко вот именно, чтобы очнулся, вот, очнулся и все. Это была реанимация Минска, по-моему, на второй день. Можете смеяться, но я первым делом как раз-таки проверил наличие рук, ног, всего остального. Сильных обезболивающих первое время было держали, первых пару дней точно. Потому что эмоций, как таковых, именно каких-то ай-яй-яй, горе-то какое, либо еще что-то такое вот не было. И четко осознавал, что мое дело сейчас вот лежать и не мешать людям работать. Хирург Минского таракального отделения, профессионал, ей большое спасибо. То есть это она мне собрала легкое. И она взяла мою пикрис, сделала, прочитала, такая, о, говорит, ты живой. Ну, я на тот момент ответить ей, конечно, ничего не мог, потому что трубка аппарата ИВЛ была во рту. Но я всем своим видом выразил такой, мол, а что, какие-то проблемы с этим есть или что? Она потом говорит, ну, там, пойми меня, говорит, правильно, там, ну, там было все плохо, да. Руки, ноги, все шевелится. Я и сам, в принципе, мог шевелиться, но, естественно, этого не делал, потому что было некомфортно, мало совсем так, мягко говоря. Ну, если бы не перелом позвоночника, если бы не было сломанных позвонков, меня бы недели через две или три выгнали бы оттуда просто, ну, вообще из больничек. Ходить, уверенно, я, в принципе, и сразу мог, по большей части, но это было нельзя, потому что нагрузка на позвонки идет, и они могли просто схлопнуться, так как, ну, еще не восстановились. Закрыли больничный, как таковой, только в январе месяце, потому что там период восстановления полугодичный идет после перелома позвонков. Тут дело не столько в везении, и на самом деле организм у меня хороший, и я его люблю, потому что, ну, с детства как бы переломов не было, ничего такого не было, как бы где не влетал. Вот и сейчас это очень сильно помогло, по сути. Когда ударила такая туша многотонная, ну, это что-то дозначит. По большей части я переживал за то, что за меня переживают мои родные, семья. Про себя как бы особо никаких переживаний не было. Я знал, что руки-ноги на месте, все на месте, остальное сживет, и я что-нибудь придумаю. Даже если, допустим, будут какие-то ограничения физические. Я сам по себе понимаю, что позвоночник был поврежден, то что я сейчас уже на какую-то тяжелую работу пойти в принципе не смогу. Но я даже сейчас знаю, что даже если бы что-то случилось именно посерьезнее, даже где-то остался бы инвалидом, ну, ну и что? Ну, инвалид, ну и что? Если депрессия, эти какие-то самокопания, чем они помогут? От этого станет лучше, от этого барука там нога выросла или что? Да дело даже не в боевом духе. Я четко понимал то, что плохое какое-то настроение, депрессия и прочее. Ну, мне ничего, чем не помогут, сделают только хуже. Ну, а я сам себе хуже делать не люблю. Да и смысла в этом не вижу особо. Нет, судов не было мы, получается, взаимно с транспортниками. Отказ от каких-то претензий, потому что с их стороны была вина, с моей стороны была вина. С их стороны вина то, что сам переход на тот момент был недооборудован и открыт. То есть, по факту, по нему ходить не должны были люди. А что не оборудованы? Там не было ни света, ни звукосигнализации. С машинистом не встречался. Зачем? Не вижу смысла. Все сделал правильно. То есть, его там вины никакой нет. Что-то ему говорить, благодарить, либо ругать не за что. Поэтому и не встречался. Меня обычно спрашивают, допустим, если летом где-то, тут же шрам огромный после операции. Вот такой вот примерно. Ну и плюс еще, что на голове шрам еще где-то что-то. Меня порой интересует, откуда эти шрамы? Я такой, под поездом сбил или под поезд попал. Звучит феерично. Я бы так сказал. Да мне никто не верит. Там вот такие вот огромные глаза у людей. Да ладно, да как? Ну как? Вот так вот мимо проходил и попал. Обычно я шучу свободно. То есть, меня это дискомфорта не вызывает. О, товарничок едет, Сосипович. Слышите? Я слышу, иначе не вижу. Вон он. Я его чувствую. Изменила ситуация то, что стал аккуратнее дорогу переходить. В чем суть? Даже когда подхожу к дороге, уже инстинктивно на уровне каких-то рефлексов останавливаюсь перед дорогой. То есть, остановился, посмотрел по сторонам и уже тогда продолжаю движение. Ну, либо не продолжаю. Стали ли бояться поездов? Нет, а что их бояться? Он не приедет ко мне домой, не укусит на вокзале. Опять-таки, просто повышенная осторожность где-то в каких-то местах. Да, чувствуется, что порой осторожничаю там, где это можно так сильно и не делать. То есть, да, осталось в момент то, что здесь может быть опасно. А человек, он в любом случае опасности опасается. Хотелось бы передать всем людям, будьте осторожнее. Не важно где, там, где может вам грозить какая-то опасность. Лучше остановиться и внимательно смотреться, хотя бы по сторонам. Вот эти пару секунд того, что вы стоите и смотрите вокруг, могут вам очень сильно помочь. Вплоть до того, чтобы спасти жизнь. Ну, тут повезло в том смысле, что я жив остался. Вот невезение это, если бы я там погиб. И даже все люди, которые там в какую-то катастрофу попали, получили какие-то увечья. Все равно это везение. Ты пока жив, ты можешь что-то делать, ты можешь продолжать, ты можешь какие-то свои желания и мечты выполнять. Все плохо только тогда, когда уже над тобой земля 2 метра. Вот тогда все плохо.